Друзья, всем привет! В прошлой части мы с GPT выбрали комбинацию индикаторов, торговую стратегию нашу. В этой части будем тестировать ее с различными настройками на различных торговых парах, и будем это все делать на исторических данных. Посмотрим, какая комбинация лучше, какие настройки лучше, и выберем самый прибыльный вариант. Также хотел бы сказать, что если вам нужна какая-то помощь в разработке проекта, то вы можете написать мне в Telegram, и мы с командой сможем вам помочь в этом. И еще ровно через неделю стартует второй поток по обучению и написанию торговых алгоритмов. Осталось 4 места, все подробности в Telegram-канале. И приятного просмотра! Итак, здесь я перед видео написал небольшой код для бэктестинга. Если вы его не понимаете, я сейчас объясню общую структуру, как он работает. Также на обучении мы обязательно проходим бэктестинг и разбираем его гораздо подробнее. В общем, здесь стартует наш алгоритм, это здесь основной наш файл. Здесь мы подгружаем основные наши данные по свитчам для тестов. Значит, у нас в файлах исторические данные по свитчам, и мы сюда, соответственно, их подгружаем. Здесь мы это все подгружаем в наш клиент, устанавливаем наш начальный капитал в 1000 долларов и просто добавляем как логи начальные депозиты и конечные. Здесь просто идет запуск. И основной наш код будет заключен в нашей тестовой стратегии. Здесь мы указываем настройки для индикаторов. Здесь мы инициализируем наши индикаторы. Для тестов я взял RSI конкретно из бэктрейдинга. И те индикаторы, которые мы прописали в прошлом ролике, я взял именно вот кастомный, именно их код, который мы и прописывали. Лог просто для отображения информации. Как и NotifyOrder просто будет писаться, когда мы выполняем ордер. И также основные функции, там где Notify, это мы просто уведомляем, когда выполняется какое-то действие. И основная наша функция Next, она будет перебирать все исторические свечи по очереди и, соответственно, высчитывать нужные нам параметры. Здесь у нас условия входа. Сейчас мы к индикаторам еще вернемся. И, соответственно, условия выхода из сделки. Стратегия у нас будет примерно, то есть когда у нас будет условия входа, мы будем заходить четвертой, например, частью, но также протестируем еще с другими частями. И когда мы будем продавать, то будем продавать все. Также здесь переписал индикаторы для бэктрейдинга. Просто указал, чтобы они считались в нашей тестовой стратегии. Так, в принципе, это те же самые индикаторы. Также в прошлом ролике в комментариях попросили использовать для тестов салону. Поэтому будем использовать ее. Возьмем пару других монет и протестируем, сравним. Таймфреймы я брал приоритет на 5 минутки и минутки. Также взял для тестов часовик, но об этом чуть позже. Давайте сразу протестируем на биткоине. Посмотрим, как на биткоине ведет себя эта стратегия. Так, видим покупки-продажи. Здесь, напомню, у нас показывается, то есть синеньким это прибыльные сделки и красным, соответственно, убыточные. Чем выше синенький кружок, значит, более прибыльная была сделка. Чем ниже красный, тем более убыточная. Снизу у нас отображаются наши индикаторы, значения особо туда смотреть не будем. И также на графике отображены места, где мы покупаем и продаем. Сверху отображен наш депозит, свободные деньги и деньги, которые у нас в сумме имеются. То есть синие отображают нашу прибыль, красным пишется свободный наш депозит для торговли. То есть вначале у нас было 1000 долларов и в конце мы получили 1020, то есть это 2% прибыли. Напомню, это чистая прибыль, без каких-либо плечей. И так как у нас данные за месяц, то это получается 2% за месяц заработал бот. Но насколько мы знаем, биткоин не особо болотильный по отношению к другим криптовалютам. Поэтому более наглядно мы можем посмотреть на других торговых парах. Давайте так и сделаем. Например, возьмем ЕТХ, наш эфир. Пятиминутку за, вот получается, 0,9 месяц. То есть предыдущий месяц. На сегодня свечу только за самый последний месяц, который у нас есть. Значит, берем 5-минутку эфира и здесь у нас еще меньше процентов. То есть всего 3 доллара мы заработали, что вообще ни о чем. Давайте попробуем что-то с этим сделать. Давайте попробуем поставить RSI, чтобы продажа была выше 70. Не знаю, что будет, но протестируем. Так, особо ничего не изменилось. Продолжаем тесты. Итак, посмотрите. Я добавил условия, что у нас условия покупки идет, если средняя полоса Боллинжера пересекается снизу вверх. Тогда мы покупаем. Но без учета RSI, индикатора стахастика. И тогда мы получили прибыль в 9% за месяц. И это на эфире. Видим, у нас есть только 3 сделки минусовые. Но видим, что за месяц у нас всего 11 сделок, что довольно-таки мало. И это не означает, что в следующие месяца мы будем закрывать с такой же прибылью. В общем, при тестах, посмотрев разные настройки, лучшая прибыль составила 9,2% за месяц. Лучшего чего-то не подобрал. Давайте посмотрим теперь другую какую-нибудь пару. Давайте теперь еще попробуем эту стратегию на монете XRP. Она достаточно неволатильная. И обычно ходит просто в боковике. Примерно те же самые проценты, только количество сделок гораздо меньше. По факту в этой стратегии мы просто покупали, держали. Были, конечно, да. То есть одна сделка. Но такую статистику рассматривать серьезно так себе. Потому что в любой месяц эта стратегия может сломаться. Тут всего 4 сделки. И по ним делать какую-то статистику не особо хорошая идея. Поэтому давайте посмотрим еще что-то. Если запускаем на монете Solana, то получаем прибыль в 6,5% за месяц. И всего 7 сделок, что достаточно тоже маловато. Попробуем другие какие-нибудь настройки. Так, я все же здесь вернул, чтобы была четвертая часть для входа в сделку. Чтобы мы сразу всем депозитом не входили. И если немножко изменить условия входа, то у нас получается 6,5% прибыли в месяц. Здесь у нас получается цена пересекает снизу вверх среднюю полосу Боллинджера. И получаем условия входа. По графику это выглядит примерно вот так. 3 убыточные сделки, все остальные в плюс. И одна очень даже хорошая. Давайте попробуем запустить на минутке. На минутке выходит 5,2% прибыли. Опять же напомню, это без плечей. Это обычные проценты. То есть эту стратегию можно и на споте использовать. Но тут вот опять же не так много сделок. 8 сделок. Но видим, что у нас по несколько покупок бывает. То есть мы просто увеличиваем позицию в местах. И потом просто одним ордером продаем все. То есть эту стратегию мы сейчас рассматриваем без take profit, без топа. То есть у нас есть просто условия на покупку и условия на продажу. Возможно, также стоило бы попробовать с take profit и стоп лоссом. Также на исторических данных протестировать. Если запускать на часовом таймфрейме Solana, то получаем тоже не особо большое количество сделок. Но видим, что также иногда мы просто увеличиваем позицию нашу. Здесь уже график более четче видно. Индикаторы также рисуются более адекватно. То есть как это работает? Если у нас минутка таймфрейм, либо пятиминутка, то индикаторы у нас не настолько жесткие. И у нас они могут часто сработать и дать сигнал. Если у нас часовой таймфрейм, то чтобы получить какой-то сигнал, должны быть более устоявшиеся такие условия. Более устоявшиеся ситуации даже, наверное. Также я заметил один момент. Если поменять знак в пересечении полосы Bollinger, то есть здесь, да и по логике самого индикатора, должно быть так. Когда у нас цена находится выше средней полосы, значит это выгодная цена, и мы по ней продаем. Если поменять знак в обратную сторону, то получается, что у нас цена ниже средней полосы Bollinger. И нелогично было бы продавать, но почему-то бэктестинг пишет, что как раз-таки, ну то есть процент прибыли становится выше, нежели если продавать выше средней полосы. Я пока не понял, почему это. Если вы понимаете и знаете, напишите в комментариях. И не знаю, также будет ли это на реальной торговле также давать плюс. То есть конкретно вот этот момент с Bollinger. Давайте также посмотрим на пятиминутки с вот этим моментом с Bollinger. Да и видим, что у нас получается 20% прибыли в месяц, что это очень много. То есть это без плечей чистые проценты, которые мы можем также на споте получать. И поэтому я не уверен, что это будет работать. То есть по логике индикатора такого быть не должно. Возможно бэктестинг что-то делает не так. Но видим, да, что у нас 20% прибыли, также увеличиваем где-то позиции и также продаем. То есть все сделки выглядят абсолютно адекватно. Также ради интереса попробовал убрать Bollinger полностью и поставить условия, чтобы и RSI у нас выполнялась, и стахатик был выше 70%. Получилась вот такая картина. Здесь мы увеличиваем позиции, здесь продаем, здесь была продажа в убыток. Ну и профит у нас вышел 2,7%. Но также, то есть сделок тут немного, тут скорее мы увеличивали нашу позицию. Поэтому статистику по этому делу тоже как-то сомнитесь. Можно попробовать также с этим условием протестировать на других монетах, например на том же XRP. На XRP также пишет 6,2% прибыли. Вот этот момент с Bollinger, он пишет, он увеличивает только прибыль на монете Solana, я заметил. То есть на остальных других монетах он не производит такого изменения. То есть как был у нас там вроде бы 6% на XRP, так примерно и осталось. Сделки выглядят абсолютно так же, адекватно, все нормально. И процент прибыли 6,2%. А вот конкретно на Solana пишет большой прибыль. Это за последний месяц, то есть 0,9%. С условием Bollinger, вот этим, которым прописывали на биткоине, пишет прибыль почти 8%. В первой части, когда я писал GPT, чтобы он подобрал какую-то комбинацию индикаторов, я, по-моему, писал, чтобы данная стратегия подходила под боковик. Потому что также уже выходил Rolex с бэктестингом, и там мы брали историю эфира за год. И там в основном был восходящий просто график, и из-за того, что он восходящий, мы могли по любой стратегии купить просто, держа монеты, мы бы спустя какое-то время продали в любом случае в плюс. Поэтому я брал за последний месяц, за последний месяц, который у нас есть, там, где было более-менее боковик. Здесь, конечно, по биткоину мы видим рост за последнее время, но все же такие локальные части у нас торгуются как раз-таки. Тут купили, в этом же небольшом боковике и продали. Так, двоякая ситуация. Ну и также хочу сказать, да, то есть, как я говорил с таймфреймами, если у нас минутка-пятиминутка, то сигналы индикаторов, они не такие уверенные. Поэтому, соответственно, и стратегия, если мы торгуем по маленьким таймфреймам, она более рискованная, нежели если мы торгуем по часовику какому-нибудь. Поэтому, если на истории стратегия бэктестинг показала на часовике какие-нибудь 5% в месяц, то это довольно-таки хороший результат, потому что в таком случае шанс, что потом эти же 5% будут повторяться ежемесячно, он больше, нежели на минутке или 5-ти минутке это повторить. Можем также сейчас протестировать на эфире, посмотреть, как оно отрабатывает. Ну, 5% пишет. Сделки, видим, в принципе, адекватные. Также увеличивали позицию местами. Тесты в реальной торговле я не делал, так как это нужно время, а сейчас нужно было выложить ролик. Давайте так, если наберем, например, 10 комментариев, 20 лайков, то я запущу данные стратегии, вот конкретно с этим условием Больджера, протестирую, запущу в реальную торговлю на какой-то срок, и потом в Телеграм-канале сделаю результаты, покажу сделки из дневника трейдеров, как это было, плюс-минус там вышел в итоге. Ну и, в принципе, все. Сегодня просто протестировали данную стратегию, что, в принципе, она показала плюсы на истории. Данный код я также выложу в Телеграме с бэктестингом, и с первой части также выложу в Телеграм-канале. И напомню, что ровно через неделю уже стартует второй поток обучения. Если вы хотите также научиться программировать с нуля абсолютно, понять, как работает рынок, базовые моменты, и научиться прописывать самому стратегию для централизованных бирж, то добро пожаловать. Вы также сами сможете делать бэктестинг любых своих стратегий, сами прописывать это все сможете, писать роботов на заказ. Если у вас какая-то работа, и у вас мало времени на это, то абсолютно спокойно к этому. Мы будем выбирать время для созвонов каких-то практических работ, чтобы было удобно всем. И также у всех участников курса будет всегда доступ к роликам. Поэтому всем спасибо за просмотр, пишите любые комментарии. Всем пока!